это жестяко он выскочил с колеи нырнул в другую тут сейчас надо на коксе пробовать давай блин по болоту валим вообще просто просто фантастика так в общем друзья все все сожгли теперь путь домой цепей нет но они есть но надо немного подремонтировать это с фарами хуже он едет или нет не прогреты до холодный до холодному ему тяжело вот тут горка ну пробуй коксу пробуй на 1 разогнать его пока пока мы да 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 так блин это страшные места держаться не за что ё-моё так вот тут горка 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 так как уехать не тут еще рано сильно вправо не бери там еще дальше вправо здесь пока по дороге идем а вот следующее уже смотри на горку заезжаем а потом после горки правее на горку по дороге и на горку по дороге так 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 заглохли тормоза держи нету держи там кто-то сзади чтобы никого не вклепать так тормозов нету до назад вообще на не дед и вперед полка газу 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 давай давай прогреемся может постоим тут серьезный американский автопром тут светит постричь у него тут люстра такая же ашу и у тебя есть доп фары да так прогреваемся и пытаемся свалить не 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 тут еще можно наверх пока просто по дороге так смотри теперь вот тут сейчас надо как-то не спеша бы сильно не спеша не получится натяжку не получится с разгона можно не попасть в том то я же прошу и говорю тут же женишь капнули уже так правой держись сейчас 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 идем 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 вот тут правее 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 пробуй правее правее газу 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 теперь газу 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 пошли отлично четко прошли четко прошли вам осталось вот у места еще одно там где макс меня там где макс тебя тащил тут тащить есть кому просто хотелось бы его пройти без без да ну ну правда без цепей так стоп-стоп-стоп-стоп ёханы они тут все раскатали слышишь вот так правым колесом по правому и коксу газ пол и вот так право правым давай переедем назад правее переедем блин плохо работает до упали в колею уже упали в колею подожди выхожу стой ручку найти да 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 еще еще назад давай влад еще назад еще 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 давай попробуем самыми деревьями давай но мы туда выскочим или нет попробуем давай так давай 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 ёханы бабай все засадились жесткой мнение все тут без вариантов да тут правее еще можно было они тут жестяк все теперь нас надо доставать это что за машина это михалыч это лёня дальше него тут мы как-то попали самый жестяк ну тут тоже все накопано ничем не получилось здесь перекопано перепахано каждый метр сейчас михалыч спасет может нас ровнее переедете может паш только потихоньку чтобы потому что там же это за балку зацеплена чтобы не вырвать ничего сейчас сейчас подожди не готовы поехали потихоньку только не рвить так михалыч тоже не сильно едет запору это жестяк выскочил скале нырнул в другую да что-то и михалыч присел уже колея очень суровая михалыч рывком пошел пошел там чтобы он повернул вправо он там помнит дорогу так лёня идёт своим ходом уверенно него серьезная машина бородач идёт на заднем приводе пока уверенно да раскатали тут за день мы ехали вообще не было дороги видно нормальный тут где-то направо шпаж вот тут а вот тут и вот тут и меня у немогом закапывал впереди да вот тут а как ты помнишь это дерево помнишь что там нормально все на пузе прополз колесами до земли не доставал и все это жесть вообще на право лень туда дорога туда на на киев ту сторону киев там через низ можно влад мышь там через не съехали лёня вверх поехал ты так лёня пытается перевернуть перевернуть очередной раз машину слышишь давай вот сюда вправо попробуешь вот сюда без меня чтоб полегче лад вот сюда попробуешь или сдай назад и перед деревьями я не вот сюда нам вот вправо помнишь макс нам мигал мы проехали не прямо на меня не вот сюда мы же отсюда приехали да так вот выезд суровые внедорожники все валят ждем запорожец так одноглазая него с хозяином все нормально ты дорогу помнишь не упрямо все время так запорожец едет едет назад машины есть давай вле влево руль влево руль все хорош 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 так включая там свет а тут генератор у тебя же нормальный даст так вот тут как-то пробовать сейчас мимо калиша понял хуже леветь блин уже капнули они так а или правее коксу давай коксу 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 на коксе мы давай 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 да она уедет и нельзя наш смотрит чтобы мы к газу давай козу разу газу 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 все И все. Блин, у тебя свет четкий или то сзади светит? Да у меня же эти LED стоят. В фарах? В основных? Да. Так, тут. Сейчас надо на коксе пробовать. Давай. Блин, по болоту валим вообще просто. Просто фантастика. Что вам сказать? День был длинный, классный, насыщенный. Разнообразным оффроудом. Тачки на любой вкус. Все, остается одна гора. Понял? Затяжная. Думаю, там как-то в натяжку залетим. Ну, а тут везде красивая. Ну, если не залетим, чтобы сзади никого не было. А, давай, может, тормоза как-то там подсушим до этого. Попробуй, может, перед горой протормозимся несколько раз. А у нас все равно не остановится. Все равно не остановится. Горой не тормозит. Тормозит только передок. А, и юзом идет, да? Ну, да. Передок легкий. А, легкий, да. Спередок, когда едешь, передок шом будет тормозить. Да, у нас рации нету. Ну, перед горой остановимся, пацанам скажем. Не-не-не, подожди, это куда-то не туда. Это и не было горы. Где-то мы не туда. Так он не туда поехал. Где-то не туда, где-то поворот был. Вон, мигают нам назад. Сейчас, подожди, я выйду. Где-то не туда поехали мы. Поехали, перед горкой налево. Я бы назад. Давай, разворачивайся. Рации нету у нас. Откуда в Запорожце рация? Стой, 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 Влад, стой. Не туда поехал ты. Стой, стой, Влад. Так, разворачиваемся. Давай, развернуться надо. Хорош, хорош. Стой. А, тормозов нету. Вправо. Ветель нас не туда. Стой, 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 стой. Все, полетели, развернулись. Где-то мы проворот. Тут, видишь, оно такой вот этот заход туда. Это же мы, когда с Максом ехали, мы сюда поехали. А Макс, получается, маякнул. Да, 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 да. Мы не туда повернули. Тут, видишь, этот правый поворотик такой незаметный. Ну, на сам кордон, вот этот направо, видишь, незаметный поворотик. Вот это здесь вот. Да, да, где-то мы. Если не доехали, то не было. Вот он, получается, поворот. Да. На кордон. Да, вот он, поворот на кордон. Мы выехали, поехали прямо. А нам налево надо было, да. Давай, давай, газу, 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 газу. Да, блокировка нужна, конечно. В общем, кто, знаешь, люди спрашивают, какую первую машину для оффроуда купить? Я думаю, ответ очевиден. Я думаю, ответ очевиден. В коробку она подходит. Можно ее поставить, там несложно. Можно ставить тогда луазовскую коробку. Не-не-не, там нет смысла этим заниматься. Она, во-первых, дорого стоит. Передок поставить потом. Не-не-не-не-не, то все лишнее. Да, то все лишнее. Это все, это уже идет не туда. Покупаете луазовский редуктор, берете оттуда блокировку, ставите на Запорожец, покупаете два тракторных колеса, не тракторных, а с мотоблока, 13-й радиус, елочка. Ставите их назад, и все. Все, и у вас реально готов недорожник. Ну, вперед желательно резину поставить повыше, 175-ю. И тормоза. Ну, и тормоза, ну, это уже все. Дополнительная история. Ну, ну, свет у тебя четкий вообще, как светит. Да. Как днем идем. А это дополнительный какой-то еще, или только фары? Нет, просто лампочки поставил другие, вот эти ледовские. И все. Все. Красота вообще. Просто леды. 900 гривен, но две лампочки. Ну, это какие-то крутые взял, да? Ну. Не экономил. Ну же есть по 300. Да, они по 300, они светят на 300. На 300. Эти светят на 900. Эти светят просто нереально. Очень хорошо все видно. Прекрасный свет. Прекрасная машина. И мы едем домой. Вот тут мы взлетали на УАЗе. Может, ты видел это видео? Когда мы с УАЗом соревновались, вот тут такие, блин, колеса отрывались, мы в воздухе или шли. Шикарный там контент был. Четко идем. Знаешь, что еще радует? Энергоемкость подвески. Ну, ты представляешь, если бы стояла елка у нас и блокировка, да мы вообще бы нигде не застряли сегодня просто. Ну, просто, ну, реально, даже вот тут, где мы только что выезжали, ты бы просто навалил по траектории правильно и все. Там, конечно, колья жесткая, но... Там колья, конечно, да. Не, ну там попасть просто, понял? Если попасть на траекторию нормально... Надо передние колеса очень узкие. Очень узкие, да. Ну, это как еще доработка, я думаю, что, в принципе... Передок получится широкий колеса. Да, да, вперед надо 155-145, а еще лучше от мотоцикла что-то поставить, переварить диски, да, взять? Да, 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 она выше будет. Она выше будет, да, чтобы морда не садилась. Сопротивление минимальное будет. И узкие мотоциклеточку какую-то, любую. 18-ю, 19-ю. Ну, 18-е можно диски взять, да. Да, как в Яве, как в Веже. И тоже резину вот эту злую получается, такой мотоцикле... Не-не-не, не знаю, ну, не злую, среднюю надо такую. Она хорошо захватывается. Не, я понял, ну, среднюю надо, злую. С боковым зацепом надо, чтобы она, если колея... Эндуровская есть резина такая, да. Она как раз и на асфальте нормально будет. Потому что я руль выворачиваю, а колея... Она едет прямо, да. Не, они будут тонкие, узкие. Тонкие, узкие, большие. Будут цепляться, да, хорошо. И сзади тракторка. А что это за лампочка справа горит? Такси? Занято. А, антенна. Я думал, что пассажир сидит уже, типа, чтобы не останавливали. Знаешь, как в такси раньше горело? Сюда, сюда, да, правильно. Тут понакатанная. Вон вся банда перед нами. Так, мы промахнулись чуть-чуть. Точнее, Ветель нас... Ну да, Ветель туда не туда повел. Да я и понимал, что мы не туда едем. Так я думаю, ну мало ли, может, все сюда поехали. Может, мы что-то не знаем. Может, нас ведут по какой-то другой дороге. Да нет, тут дорога одна четкая. А я в первый раз не знаю. Так, а Ветель сзади, блин, у нас... Бампер у него стоит. Так, пробую разгазовать. Конечно, основная проходимость благодаря развесовке. Это, это гора, кстати. Она не такая... Она подмерзла. Подмерзла, да? Да, не скользкая. Не, она и не такая крутая, когда спускаешься как-то. Казалось, она более суровая. Так, ну все, вот прямичок направо и на асфальт. И на асфальте. Летим домой. Фроуд прошел успешно. Вот вам и первая. Итого получается машина... Сейчас давайте посчитаю сразу, пока мы... Да, сколько надо денег, чтобы стартануть на первом нормальном внедорожнике. Причем универсальная машина. Это купе. Вы можете на нем и на работу, и в офис, и в банк, и в Сбербанк, и куда хочешь ехать. Менты не останавливают. Менты не останавливают, кстати, да. Страховку не проверяют, да? Не, ну... Они даже не останавливают, потому что понимают, что... Типа, блин, что с тебя брать? Ты уже просто ездишь. Да. Слышишь? Короче, смотри. 400 маш... Давай в долларах давай считать, чтобы всем было понятно. 400 долларов машина. Две покрышки по 30 долларов. 60, 460. Потом нужна блокировка. 2000 гривен, это 80 долларов. Не, 70 где-то. 70, 80. Ну давайте 80 с запасом. Там пересылка, она где-то на переберее будет. Значит, у нас 460 и 80. 540. 540. Ну и плюс что-то поставить. Короче, кругом-бегом 600 баксов. 600 баксов. 600 баксов. И у вас со злой резиной, с блокировкой нормальный внедорожник. Ну просто надо купить его не убитый. Правильно, задача? Просто купить в хорошем... Чтобы хороший кузов был. Чтобы был более-менее живой мотор. Чтобы не попадать в ремонты. И во все эти движухи дополнительные лишние. Ну Макса, посмотри какая память. Четко нашел дорогу. Четко нашел. Это дальний свет, да? Сейчас. А ну ближний включи как светит. А, ближний. Близко, короче. Четко не слепить. Да, да. Ну нормально. Ну что, друзья. Все. Вот асфальт. Там кого-то фура слева проехала. Афроуд завершен. Мы с дрифтом выходим на асфальт. Ну и летим уверенно, спокойно. Подписывайтесь. Всем спасибо. День был четкий. Кто не смотрел предыдущие серии, посмотрите. Напишите комментарий. Как вам наш внедорожник. Четок приборов не очень ярко светится. Ну, тут уже строго асфальт. По прямой. Идем на Дарницу. Всем пока. До встречи. Потому что оно сейчас, если поставить его, оно как примерзнет, блин, как будем его ехать. Все, на Абуховской. Выскочили на трассу. Все хорошо. Колесики качнули. И едем по асфальту спокойно. Года берут свое. Так, что тут наша яма любимая? Так, латка есть. В средней полосе. Видел тут яму? Да, видел, видел. Так, когда девушки на Ниссане. Где-то вот тут она, сейчас посмотрим. Ну, так. Добил я их. Они ее залатали. Она опять провалилась. А потом, смотрю, уже такую латку серьезную. Вон, смотри, здоровую. Видишь, выпилили. И поставили уже большую. Видишь, четкая латка уже такая. Заделали. Все. Все нормально. Все на месте. Где стартовали, туда и приехали. Что-то холостой чуть-чуть потерялся. Это мелочь. Машинка выдержала все четко.